Челябинскую область вернула зима. Снегопад накрыл горнозаводскую зону и парализовал движение на трассе М5. В районе Уренге образовалась огромная пробка. Разъехаться фуром помогали дорожники и автоинспекторы. Замело и ближайшие к трассе города МИАС и Златоуст. Несмотря на плюсовую температуру, тает снег не собирается. Коммунальные службы приступили к уборке. В первую очередь чистят тротуары и площадки перед торговыми комплексами. А в соцсетях развернулась дискуссия. Пользователи сети спорят, повторится ли погодный коллапс 2014 года. Тогда Челябинск после потепления атаковал штормовой ветер с метелью. При этом жители Златоуста, кажется, переносят капризы природы стойка. Нормально, погода как Урал, потому что... И даже не смущаешься снега? Нет. У нас на 9 мая может снег выпасть? В чем проблема? Погода? Ну как наша? Южноуральская? Не на Кавказе живем? Лучше не надо вот такой погоды. Ну а мы же не можем, у природы-то нет плохой погоды, правильно? Ну а куда деваться? Конечно, не ожидали. Сегодня выглянуло, вот когда ребенка ночью кормила, выглянуло в окошко. Такой слой снега был на ветках деревьев, это прям вообще... Ну, конечно, не ожидали. Вчера было так тепло, все ходили раздеты и сегодня опять оделись. Уже и в сад хочется, но однако же. Она природа. Что дает, то дает. То мы принимаем. Снегопад также затруднил движение на трассе М5. Утром машины встали в районе перевала Уринга. Справляться с последствиями непогоды отправились в дорожные службы и сотрудники ГИБДД. Ситуацию на участке стабилизировали. Отмечу, что апрельский снегопад на Южном Урале не редкость. Четыре года назад, 25 апреля, замело всю область. В Челябинске выпала двухмесячная норма осадков. Было полностью парализовано движение на дорогах. Мэрия объявила режим повышенной готовности к ЧАЭС. Отменили занятия в школах и все культурно-массовые мероприятия.